Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули. По этому красавцу, который находится за моей спиной, я думаю, вы уже догадались о том, что нам предстоит очередной тест-драйв. Новинка, интересная модель, флагманская теперь у Exit, поэтому рассказать есть что. Желаю вам приятного просмотра! Честно говоря, я бы позиционировал Exit RX как дизайнерскую модель, поскольку и с внешним обликом, и с дизайном интерьера у этого автомобиля полный порядок. Не случайно RX стал единственным китайским автомобилям, получившим золото на международном конкурсе дизайна IDA в США. Особенно хорошо выглядит машина в матовой краске лунной серой. Правда, за такую окраску придется доплатить. Впервые попадая в салон автомобиля, честно сказать, взгляду есть за что зацепиться, потому что новая архитектура, не похожая на все модели Exit, которые сейчас представлены. Ну, есть какие-то, да, там, общие черты, но их прям очень мало. В целом смотрится все органично, красиво, стильно. Если говорить про цифровую приборную панель и мультимедиа-систему, они объединены в один такой цифровой монолит общей диагональю 24 дюйма, то есть, соответственно, два экрана по 12,3 дюйма. Смотрится свежо, а претензий к картинке и быстродействию нового процессора Snapdragon 8155 не находится. К услугам переднего пассажира, которому обычно ничего не перепадает. Здесь есть масса регулировок, вентиляция, 5 режимов массажа и даже выдвижная подставка для отдыха ног. При этом водительскому креслу массаж не положен. По посадке водителя вроде все классно, сидим высоко, удобное кресло. Прям креслом 10 из 10 я выдал, но есть свои нюансы. Вот этот центральный тоннель, да, он стильный, функциональный, здесь у нас зарядки расположены, здесь большие ниши. Есть также дополнительный такой потайной лючок, можно туда что-то тоже прятать, если есть что. Но, в чем загвоздка? Не знаю, как вы привыкли, но я как бы сажусь, хочется как-то более валютно развалиться. А тут тоннель тебе не дает такой возможности. То есть, в принципе, колено всегда упирается в него. И получается, что вы как бы чуть-чуть зажаты. Ну, вот это вот из минусов, которые я для себя, скажем так, наблюдаю. Если вы крупной комплекции, то вам, я думаю, тут не очень удобно будет. Ну, а среднестатистическому человеку, я думаю, вполне, вполне можно разместиться с комфортом. Электрорегулировки, которые переехали вот сюда. Привычной кнопки регулировки зеркал вы здесь не найдете, она сместилась ниже. И вот это такой спорный вопрос. Отсылка к японским производителям, то есть это куда-то как раз-таки в Тойоту. Также интересная фишка с открыванием двери. Либо электро через кнопочку и просто толкаем. Либо привычная ручка, которая спряталась вот здесь. Собственно, у вас есть всегда выбор, как открывать двери. RX, он вот, наверное, все-таки про такое более драйвовое, более молодежное. Подрулевые лепестки нам, в принципе, также на это намекают. Посадка высокая, обзорность хорошая, зеркала информативные также. Второй раз мы пытаемся наладить коммуникацию с цифровым аватаром в автомобиле. Это уже, получается, постоянная рубрика у нас. Посмотрим на этот. Привет, Эксид! Говорите, пожалуйста. Включи вентиляцию водительского кресла. Сидение. В прошлый раз меня сожгли в комментариях, как видимо, за слово кресло. Привет, Эксид! О, включи вентиляцию водительского сидения. О, подулы. Выключи вентиляцию водительского сидения. Все. Ну, слушайте, здесь намного лучше, чем в Черри. Мы тогда снимали в Промаксе. Да, все, да. Пока, до свидания. Зверек у нас, кстати, это какой? Лев, ежик. Ну, кто-то, в общем, из них. Можно включать нажатием, можно голосовым управлением. И вот тут вот рука тянется, вроде, да? В привычке к селектору. Но он здесь вот расположен. Приготовься. Ну-ка. Вот так, почти стремительно мы врываемся в этот обзор Exeter X. Ты не пристегнулся, кстати, да? Нам так мелодично об этом напоминают. 249 сил, 385 крутящего, лепестки. Все способствует тому, чтобы мы погоняли. И вот на что обращаешь внимание сразу же практически. Очень плавно стартует. То есть, такое ощущение, что действительно бережет сцепление коробка. Поэтому, ну, нет вот этой резкости какой-то. Хотя, когда у тебя 249 сил, ну, мне кажется, ты такой рассчитываешь на то, что я сейчас стартану прям резко. А, Яв, в каком режиме? Подожди, давай разберемся. Яв. Ее локтем еще эту. Давайте вскроем. Вот это нормально уже. Для тех, кто не понял, мы в режиме спорт. Но оператор понял, да? Что такое? Что такое? Подожди, не продумано, нет? На выбор вам представлено сразу 7 режимов вождения. Спортивный, экологичный, комфортный, бездорожье, песок, грязь, снег. Но любой вкус и цвет. Коробка здесь 7-ступенчатый робот с мокрыми сцеплениями. Фирма GetTrak. Муфта BorgWarner. Такая же, как мы уже видели на LX полноприводном. Там мы протестировали как раз-таки возможности автомобиль на бездорожье. И, судя по тому, как он себя проявил там, я думаю, что здесь, в принципе, все в порядке. Подключаемый полный привод едва ли не главное достоинство вседорожной модели. Но заявленный производителем клиренс в 187 миллиметров вкупе с низко висящим передним бампером на разбитой дороге все-таки заставляет осторожничать. В теории RX способен преодолеть сложный участок, задействовав задние колеса и внедорожный режим с принудительной блокировкой муфты. И все же найти применение, заложенное в Exit Offroad программе, можно. В таком пресете автомобиль становится плавнее, позволяя ехать даже по неважному покрытию с достаточным уровнем комфорта. К ходовой части RX в целом вопросов нет. Адаптивная пружинная подвеска с регулируемыми амортизаторами, между прочим, впервые на китайских автомобилях, доступных в России, в любом из асфальтовых режимах шасси, стандартным, спортивным или экономичным, будет оставаться жестковатой. Давайте сделаем имитацию прям обгона. Вот так. Скорость 100. Хотим обогнать. Нет, все легко. Приятно, приятные ощущения, слушайте. RX, молодец. Да, класс. С динамикой полный порядок. Давай, уступим газельки. Так, а вот интересно, да, интересы ради, давайте режим стандарт. Ну да, уже не так. Вот обычная машина. Сразу. То есть разница между режимами спорт и стандарт, такой комфортный, скажем так, режим, она ощутима. Спорт очень азартный. Прям подстать тем людям, которые на моих глазах покупали эти автомобили даже без тест-драйва. RX представлен на российском рынке в одной комплектации. И мне кажется, тут логичным было бы прислушаться к тем диалогам, которые существуют уже. О том, что здорово было бы, если бы был выбор у покупателей. Выбрать там, допустим, максимальную, как мы привыкли, версию. И какую-то такую среднюю, может быть, лишенную каких-то технологических фишек. Возможно, на переднем приводе, поскольку, повторюсь, автомобиль больше под городское вождение заточен. И в нем чувствовать себя прекрасно. Может быть, представительство, как это уже у них принято, прислушаться к пожеланиям своих покупателей, своей аудитории. И в скором времени представить нам дополнительную версию этого автомобиля. Лично познакомиться с новинкой и протестировать ее вы можете в EXIT-центре Автолига на Московском. Спасибо за просмотр и увидимся!